здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях человек который уже кстати несколько раз бывал здесь в студии но за это время уже наверняка успел написать свои новые произведения потому что член российского союза писателей андрей бабин председатель клуба любилецких городских поэтов старый код уже спешит к нам навстречу он уже здесь в студии здрасте андрей приветствую николай вот вы полет души рождаете от за его твою гурили рождаются прямо по ходу нашей встречи не совсем но они рождаются именно в программу вносятся вот хотел спросить у вас сразу скажите а когда чаще пив пишутся стихи зимой весной осенью или летом вы знаете скорее всего наверное зимой когда я сижу в тишине в темноте в юга за окном внутренние вот это вот видение а лето птички не а весна почки нет это только обострение желтые ли тоже обострение ну как вы понимаете поэт это всегда это уже призвание это даже должность какой-то степени мы конечно же поговорим и о клубе поговорим о том как прошел концерт и все-таки вас день рождения был вот но это же всегда здорово когда не просто ты на концерте еще наверное что-то хорошее говорили правда на концерте народу было много вот естественно мы поговорим о на сотрудничестве и с дворцом культуры жуковский еще к лрт вы хотите какой-то там проект предложить лрт в общем разговоров у нас бувере разговор нас будет один вот но интересно давайте начнем наверное при как всегда по традиции наверняка есть новое стихотворение про любовь и внимание коль я сдавал тему вначале любовь это все-таки тоже зимой вот такие стихи про что-то приятно доброе когда в юга за окном или любовь рождаются стихи вот просто раз и родилось скорее всего просто раз родилось ассоциативный ряд какой-то идет потихоньку где-то там вот щелк 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 у нас начинается первая строчка или опорная фраза начинаем и пошло а для вас любовь это вообще это чувство смысл это смысл жизни без нее нету ничего это самое главное чувство из нее столько проблем всегда особенно у котов да поэтому про готов поговорим но если говорить серьезно мы начинаем по традиции с первого стихотворения она будет посвящена любви андрей бавин пожалуйста начинаем стих прекрасным дамам называется на свадьбах горных королей на свадьбах горных королей на тьме потерянных следов за криками быстрей быстрей завоем мертвых городов у страшной правды на краю у черной ведьмы на костре я выпросил любовь твою и плакал с пьянью во дворе рассветами стирая тень закатами издирая мглу так мотылек живущий день без страха смотрит на луну не сожалея ни о чем он век свой с крыльями прожил и мы друг другу не соврем так бог за нас уже решил ну это такое стихотворение сложная кстати обвать вас такие этапы когда вот пишутся стихи но такие легкие как бы ну со смешинкой что называется бывает когда вот с каким-то уже опытом жизненным таком да в стихи давления есть пизда и в основном это тексты песен вот для анны чернецкой у нас во дворце культуры тоже там она во дворце культуры жуковского сценаристы и главный режиссер утра я сегодня выступать там буду с большой сцены горло драть но так вот горло драть горло драть от всей души да там все как положено потому что у нас с ними общий проект у нас с ними очень серьезная с директоратом вот дай бог им здоровья вот молодцы просто все полностью делаются под нас вещи причем даже билеты продают до на выступление вот в гостях у анны это прекрасный волшебный это уже сложившийся такой проект куда идут люди да они идут вот зачем чего не хватает сегодня тем кто приходит на эти концерты потому что поэзия мы уже об этом с вами не раз говорили поэзия имею ввиду и просто как чтение и поэзия как песня как романс она же возвращается нам не хватает каких чуть чувств чистоты не хватает и а в чем она чистота чистота как раз чувств до чистота вы знаете эталонно потому что вот например там же литературно-музыкальный салон в гостях у анны лана чернецкой с дворцом культуры как раз это с очень крутой проект они по весне хотят вообще на улице это делать фонтана там это стиль это такой редкий стиль но он действительно уникальный и получается их же телевизор еще телевидение жуковского их назвать телевизор жуковского выда это сленга вы уж извините это нормально это просто сленговый момент такой тоже снимает про наши наши ролики и вставляют между программ своих литературно-музыкальный где я кого-то представляю или она кого-то представляет и литератор или вокалист исполняет буквально две три вещи но получается это и стильно и правильно и для охвата аудитории просто прет мне много раз говорили в люберцах люберцы говорили что это работает как система и мне мне говорит ой как здорово вас пошел почему-то только первый альманах а культура может работать как система да 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 вот тут еще такой у меня вопрос возник я последнее время слушаю много музыки ну скажем так ну и всегда слушал разные по и по понятно что та которая когда-то слушал тоже заходит в мой музыкальную часть моего мозга но я слушаю очень много всевозможных современных ритмов и так далее вот вы же общаетесь с людьми молодежь туда приходят да а какой возраст и затем они приходят знаете молодежь приходит наверное все таки вот это вот та часть которые активны и который нравится не поплясать попрыгать а вот именно окунуться в атмосферу да причем от 17 мы сегодня смотрите песни которые мы слушаем да они же все иногда даже до конца слова не пропиваются потому что как бы у исполнителя иногда кажется что не хватает сил допеть эту песню до конца пока немножко на колонны немножко чуть-чуть в нос чуть-чуть как-то и тогда но в этом как бы фишка такая но при этом тем не менее есть очень интересный на мой взгляд стихотворный ряд дату который там зависимости от песенного рисунка и при этом как мне кажется молодежи тоже не хватает понимание этого чувства то есть они знают что такое есть любовь но они ее не ощущают то есть она спрятана под вот этой техногенной нашей жизнью так вот я к чему так издалека захожу может быть они приходят к вам потому что им хочется услышать как какое-то слово вот человеческое прямо здесь вот здесь на сцене да они по таком электронном что ли варианте не согласен с вами вы совершенно правы ситуация очень интересная потому что очень важно чтобы тот уровень который есть сейчас но средний уровень серенький вот это он естественно поглощает в себе что-то гасит в себе что-то уничтожает но есть топовая вещь вот например это настолько крутая что ее можно просто правильно спеть ну там подать правильно и правильно спеть под обычный средний барал оборудование но она зайдет как говорят сейчас он не просто зайдет она покажет всю убогость голого короля он ведь не просто головы он еще убогий современный король это у него деревянная корона кривые ноги он страшен как как смертный грех но вот в эту вот серость он рядится и получается что люди пришли люди увидели и люди сравнили причем сравнили это автоматически это вернее несравнимые вещи как вот например споет то есть рано чернецкого да вы голым королем называете некоего такую устоявшуюся полузвезду звезду или какого-то исполнителя что это кто кто это за образ он ему информационный модуль информационным да из состоящихся из вот этих вот ну сереньких абсолютно может быть и хороших людей но недостаточно ярких недостаточно не то что талантных талантных есть но они почему-то его не развивают они не не выбирают этот уровень топовый понимаете что в них заложено изначально ну да иду до конца да достаточно поплясать достаточно вот эти ну скажу так что иногда это просто поплясать хочешь не агарана ослабиться нет в том то и дело что это нормально поплясать и нормально оторваться это тоже нормально но под крутой крутой контент понимаете ну и клубное движение у нас здесь бывают представители самых разных направлений даже у нас потихонечку тут микроконцертики мы устраивали дети играли и взрослые меня вот такой вопрос как живет клубное движение с вашей точки зрения в городском округе люберца настолько круто николай полноценной жизнью да просто небо царапаем дело в том что поддержка полная чтобы мы не устроили надо например статью написать я пишу статью надо собрать вот под моё день рождения концерт три с половиной часа в есенинской библиотеке при полной поддержке руководство библиотечных сетей комитет культуры сотрудники при том что было настолько круто там такие люди были ну реально из топового уровня разве ожидали наверно нет нет они мои друзья но дело в том что они сказали что мы первый раз видим когда такое крутое собрание за все за всю свою литературную жизнь это причем у меня так подошли и сказали да причем ольга баракаева она была в гостях это ну и ты читала для меня это крутейшая женщина она член российского писателя понятно член писатель северной америки и про нее сегодня вышла статья там в северной америки люди там тоже наши люди вы представляете она патриотично наш человек по 3 из настроена она там правду матку рубила и она все равно вышла она там трижды номинант смысле лауреат там что только нету даже в итоге вот ваше ощущение с одной стороны день рождения это подведение итогов как ни крути нет 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 а у меня проходной проходной до сеток то есть просто концерт да вы получили удовольствие под под день рождения собрать концерт из которым мы будем формировать контент и наши кто с кем сочетается это был установочный концерт почему там эта тема именно так зашла потому что огромное количество людей профессиональная съемка профессиональная полностью подготовка и люди спели то что у них получается лучше всего то что им заходит абсолютно ну разнопланово но и спели и прочитали и из них кто с кем сочетается именно в программах нам мне нужно смотреть съемку дуэтная и командная дуэт дуэтная индивидуально все окей но мы движемся к финалу первой части как вы понимаете и у нас гостях поэт начинали мы про любовь а сейчас у нас будет но февраль этот день все таки вернее месяц когда отмечается 23 февраля день защитника отечества я так понимаю что без этого стихотворения мы тоже не обойдемся надо надо ну ситуация какая этот стих я буду сегодня читать с большой сцены во дворце культуры жуковского по приглашению анны чернецкой и директората руководства так получилось что я ну ладно прочитаю в общем сначала эпиграф нас бросить пришлось словно верных собак и девочка плача махала рукой и холодом полз коченеющий мрак и страх что никто не вернется живой и делая вид будто так должно быть я изо всех сил улыбался в ответ не знаю когда я сумею забыть глаза тех кто жив и кого больше нет ну и сам стих называется я самый пьяный был вчера тоже по делу я самый пьяный был вчера но он мне там такое нес как будто странная игра и в шутку вроде и всерьез парнишка в баре говорил о войнах что идут со мной а я хоть вдвое старше был не видел толком ни одной я ничего не говорю у каждого они свои я просто в прошлое смотрю где тлеют под золой угли и я ему все рассказал как будто видел час назад на весь затихший темный зал да так что был и сам не рад про день один из сотен дней и может быть не про меня и может быть не про друзей что стали ближе чем родня и как кричал взлетай взлетай а наш последний самолет туда где небо резан край по полосе хрипя ползет там с перегрузом все в повал и с табуретками в проход пилот на риски наплевал последний наш гражданский борт чуть-чуть еще совсем чуть-чуть секунды падают шурша войну сумели обмануть и мы стоим едва дыша но скорости и шансов нет сейчас на грунт пожар и взрыв какой кошмарный ждет рассвет какой несправедливый мир там дети на руках молчат и попрощаться не успеть и взгляд испуганных волчат как будто пробуют стареть мы прикрываем его взлет под пули свист над головой нам в 22 судьба не врет мы знаем как любой ценой и мы стоим и молча ждем и автомат мне давит грудь а в голове мы все умрем когда-нибудь когда-нибудь он смог взлететь успел тогда сшибая стойками кусты и только снится иногда там все истории просты и я ему все рассказал вот это точно не игра и дураком его назвал я самый пьяный был вчера вот здесь поставим точку напомню что у нас гостях член российского союзописателей андрей бабин председатель клуба люберецких городских поэтов старый кот дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях член российского союза писателей андрей бабин председатель клуба люберецких городских поэтов старый кот и конечно же все уже ну которые смотрят нашу программу телезрители в курсе что есть такой клуб чем живет клуб коты как-то мяукают готов ровно все вообще дело в том что так получается что есть программа от суббота то и при поддержке библиотечных сетей есенинской библиотеки мы добрались даже время от времени до центрального дома литератора как выездную сессию там делаем поперек никто слова даже удивляйтесь вы на все время ждете что кто-то скажет нет нельзя запретить нет 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 ну просто у нас ну как бы все мы уже делаем все на мази как говорят причем так так получается что это выездная сессия идет и съемочка там все такое потом выкладывается на ресурсы у округа все как надо и здесь что самое то интересное я меня там знают я там часто выступаю но когда я подхожу к организаторам а они все так точно все отлично то есть они знают центральный дом литератора знает о люберцах самое лучшее о люберецком округе они только криминальные сводки теперь все вот и главное что вы не забываете 400-летие городского круга люберца в сентябре наверняка будет ну весь год до посвящен этому событию я так понимаю что клуб поэтов тоже как не к этому готовится мы пойдем дальше возвращаемся все-таки к поэтической жизни собственно говоря за то время пока в которой мы с вами не виделись как у нас с количеством поэтов вот вы же говорите вы ищете людей или они как-то сами к вам обращать и потом наши телезрители которые смотрят программу люди которые себя чувствуют но творческими до единицами который может быть что-то пишут себе там в столик и так далее как происходит вот этот процесс поиска людей по интересам клуб клуба вот в русский клуб целый да также происходит как вы происходил но теперь еще интереснее сейчас обращаться в библиотеке где мы выступаем оставляют берут мой телефон у руководителей вот библиотек и со мной созваниваются так я смотрю по графику где там нас какое выступление какой формат это выступление потому что сейчас например 25 у нас будет выступление в москве нам там с мусли там там связаны но это на линском проспекте то есть у нас разноплановые вот эти площадки но основное ядро все равно люберецкая это все у нас как бы четко здесь и получается что вот эти вот люди которые на той площадке выступает это же идет и съемка также и потом это выкладывается на ресурсы округа сна официальный поэтому я там и смотрю заслушиваем и смотрим как бы аккуратненько так кто с чем пришел то что показывает и сочетается как он с другими людьми его лирика например его философской вас интересно все время вопрос идет сочетается 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 что такое режиссерского уже звучит потому что ну например когда собирается но как мы это видим там 10 поэтов предположим да и каждый считает свои произведения ну мы же не собираем там поэтому например который пишут только про любовь так можно так можно мы собираем разных поэтов один пишет про любовь другой пишет и знаю про замечательную работу какого-нибудь предприятия 3 посвящение я не знаю как какой-нибудь там структуре и так далее так ну в разные бывают стихотворные формы так далее но вы говорите что вы все время у кого-то подбираете означает ли это что отсев какой-то нет вы нам не подходите не идите в свой клуб нет нет так вот есть разные площадки с разным уровнем ответственности перед аудиторией так где-то это посиделки когда тот же например в там или на прекрасная библиотека на улице пушкина 55 где у нас об сам она там такая душевная и там абсолютно демократичная атмосфера там я где выступаю и когда какие-то делаю объявления там я бюст сергеевича подтаскиваю и мы сергеевичем обращаем александр сергеевич да да наш человек александр сергей еще есть другой но он сергей серега тоже надо понятно и мы сергеевичем там как бы какие-то делаются объявления сергей со мной согласен абсолютно полностью он помню еще слова поперек не сказал ну вот с одной стороны металлический но с другой стороны он наш человек и получается что конферанс атмосфера рождает именно такое знаете душевно доверительные отношения где любой стих зайдет не философский и гражданская легкая легкая да и зная вот идет съемка запись точка съемки дам горизонте нормально и я аккуратно подхожу за люди сидят все нормально и спрашиваю ну там два два стиха по два по три стиха там как это как это как это под и они подбирают уже по атмосфере люди сами потому что у них и опыт очень большой и в то же время сама уже атмосфера сложилась и я подхожу опять объявляю сергеевичем потрясу там если надо если не надо не трясу сергеевичем но получается то что атмосфера волшебная и праздник одновременно такой знаете дружеское семейное общение между своими но она выплескивается туда понятно ну и у нас остается еще два вопроса которые мы вернее один вопрос и элемент шоу наш будет финале как всегда стихотворения опять про любовь она чтобы сделать мостик в будущее ну а член российского союза писателей чем живет российский союз писателей если какая-то связь проходят ли какие-то встречи или только вы взносы платить нет работа идет очень серьезная причем вы знаете конкурсы литературное телевидение есть первое литературное телевидение там тоже конкурсы и идет просто и ой встречи презентации награждения все очень плотно и очень много работа идет серьезное причем и патриотическое направление и национальное самосознание четок чего только нет и все очень 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 здорово это очень часто на площадках центрального дома литераторов этот ну там просто знать еще и атмосферное место там такое знать ну атмосфера место но потому что как говорят таких случаях намолено намолено и да совершенно согласен и работа идет действительно постоянно идет наверное значит знаете не работа наверное идет общение есть результат понятно общение вот именно в этих конкурсных моментах в этих больших охватах вот сказать хотел еще предпоследить маленький вопрос но должна быть зависть какая-то вот например выходит кто-то читает стихотворение и вы сидите и думаете ой как здорово как живу я такое не придумал нет ни за не поверю я так должна быть не творческая нет белая мы какая нет так подхожу я бриться например так в зерклу а оттуда ну я врать не буду а оттуда свет такой я солнце подобный вот такое самосознание должно быть и не будет зависти я могу хорошо написать могу хорошо прочитать кто-то может написать также хорошо и также надо будет его не в этом дело есть определенный уровень творчество и у творческих людей в том числе где выше выше уже не считается тут все равны понятно ну что пришло время нам очередного стихотворения из любовного романа да так скажем который пишется постоянно андреем бабиным что это название есть у этого или по строчке я искал свое сердце это по строчке я искал свое свое сердце давайте поищем вместе с александром бабиным про андреем ой спросите да нормально все да да все свои всегда им туда дорогие мои друзья прекрасные феи это прекрасный пол феечки прекрасный для вас стих от души прям вот просто вот так прям я искал свое сердце не помню где я искал свою душу и вот никак то ли радости быть то ли быть беде то ли друг это в зеркале то ли враг я искал свою жизнь и позвать не мог я искал свою смерть ровно 200 раз водолей в небесах не совсем стрелок и стою в темноте среди звездных глаз и стою в темноте и не знаю как быть а у ног по камням шепчет млечный путь что опять без тебя стану волком выть подержи мою руку еще чуть-чуть еще чуть-чуть да можно так прям вам продолжать до андрей бабин которого я почему-то решил назвать александром потому что и сергеич вот так куда александр понимаете вот эта ассоциация представитель клуба люберецких городских поэтов старый код член российского союза писателей мы желаем вам творческих успехов приходите как еще как созреть всегда николай от души спасибо просто вот вы для меня вот реально являетесь ориентиром профессионализма и творчество жаль это придется нам вырезать руби андрей бабе программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания